Всем привет, я Влад и это магазин Попади в десятку. Сегодня у нас на обзоре газобаллонный страйкбольный пневматический пистолет. В первую очередь скажу о том, что он весь металлический. Он прям супер увесистый. И называется он CZ75SP01 Shadow. Очень увесистый. Вот серьезно, вес у него в руку берешь и как будто это не пистолет, а какая-то кувалда. Но и обратите внимание на рукоять, это тоже все металл. Представьте себе, конечно, как еще он, сколько может весть. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите свой комментарий, чтобы помогать нашим роликам в продвижении. Модель интересная, безусловно, конечно, что тут говорить. Ну, посмотрим дальше уже на него поближе. Погнали. Интернет-магазин Попади в десятку. Произведен пистолет компании KJW. Прототипом пистолета является CZ75SP01. Относится данная модель газобаллонной пневматики. Баллон располагается у пистолет, конечно же, в магазине. Вот, вот вы можете видеть, вот он баллончик. Для того, чтобы его вставить, нужно снять вот эту накладку, отодвигаем, снимаем. Здесь уже шестигранником раскручиваем, вставляем баллон и закручиваем. Шестигранник имеется в комплекте, дело ясное, поэтому там дополнительного ничего покупать к нему не нужно будет. Весь пистолет сделан из металла. Длина данной модели 216 миллиметров, где 130 миллиметров, это длина ствола. Вес пистолета килограмм и 187 грамм. На верхней части корпуса предусмотрены прицельные приспособления мушка и целик. Для стрельбы из данного пистолета понадобятся те самые страйкбольные шарики в калибре, конечно же, 6 миллиметров. Белые такие, пластиковые. Они заряжаются в магазин, который здесь металлический, черный, полноразмерный и рассчитан на 26 шариков. Самовзводом пистолет не стреляет, как успели заметить, поэтому, чтобы выстрелить, ну, взвести было бы, конечно, неплохо. И если вдруг шарика в магазине не оказалось, то он встает на затворную задержку, для снятия с которой мы делаем вот так. Все, затвор вернулся на прежнее место. Нет такого, что он не дошел. Все четко, куда нужно встать, туда он и встал. Раз уж мы взвели, так же я скажу вам сейчас о том, что здесь есть функция blowback, имитация отдачи. Раз уж он в состоянии, давайте его и посмотрим сразу. Он очень бойкий. Поначалу газовал, но в дальнейшем, сами видите, что такого ничего нет. Опять же, он новый, надо понимать. Ну, бойкий. Ну, действительно, бойкий. Ну, здесь десятка явно. По руке прям очень хорошо ощущается. Блин, мне он нравится, такой классный. Ну, конечно, нелегкий. Вот даже вот сейчас держу его на обзоре и все равно, вот рука чувствует, что вот в ней все-таки нормальный такой вес относительно. Под стволом есть планка, куда можно установить лазер или же фонарик. Предохранитель здесь двухсторонний. Можно активировать здесь, но только во взведенном состоянии, я так понимаю. Можно активировать здесь, можно здесь. Разницы нет, там уже как хотите. Но вот только повторюсь во взведенном. Ну, он, естественно, предохранитель рабочий. На всякий случай вам это тоже продемонстрирую. Рукоять рельефная вот только вот здесь, на вот этом островке. И рельеф есть также вот здесь и вот здесь. Здесь уже рукоять гладкая. Ну, я думаю, что вы успели это заметить, когда я показывал крупные планы. Но он, конечно, блин, ну он такой удивительный. По заявлению производителя, скорость шарика в момент вылета из ствола достигает 100 метров в секунду, что полностью соответствует разрешенной мощности для свободной продажи и покупки. Говоря проще, чтобы его приобрести, специальные документы не нужны. Просто приходите и покупайте или делайте это и вовсе онлайн, если так вам будет более удобно. Но вам, конечно же, должно быть 18 лет. Ну и раз уж мы с вами заговорили о покупках, ну а тем более об онлайн покупках, Давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно доставка по всей России. Обзор на этот замечательный пистолет подходит к концу. Если вы любитель чего-то потяжелее, то это точно ваш вариант. Ну, в первую очередь я хочу сказать о том, что выглядит он классно. Может быть на фотографиях, может быть на картинках, это и не совсем понятно. Но я смотрю на него в жизни и он мне нравится. То есть да, вот эти вот вставки, допустим металлические, кажется, что как-то это может быть не совсем уместно, но я скажу вам, что в жизни это не идет в минус. Как-то так. Не знаю, получилось ли у меня это отобразить в видео, но мне кажется, что все-таки возможно, что да. Если получилось, напишите об этом в комментариях. Также поставьте лайк, подпишитесь на канал, ну или задавайте вопросы, если вдруг они у вас появятся. Я с вами прощаюсь. Всем спасибо, пока и до новых обзоров. Субтитры сделал DimaTorzok